Доброе утро! В Черкесске преимущественно без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью ожидается от плюс 14 до плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 30. Известный журналист и писатель Ольга Михайлова стала победителем престижного литературного конкурса «Трансильвания-2019». Как давно проводится этот конкурс? Кто судил представленный на конкурс работы и что получил победитель конкурса? Об этом Ольга в эти минуты в нашей студии расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Оля! Я очень рада видеть тебя у нас в гостях. Ну, каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, я хочу говорить нашим зрителям о том, что ты являешься моим учителем. И когда ты приходишь ко мне на интервью, я, естественно, безумно счастлива. А поводом для нашей встречи стало то, что ты победила на литературном конкурсе, на крутом литературном конкурсе «Трансильвания-2019». Вот, прежде всего, конечно, хотелось бы узнать, где он проходил, как он проходил, как давно он проводится. Конкурс «Трансильвания» проводится уже пятый год на площадках Санкт-Петербурга. Собственно говоря, он объединяет зарубежных и российских писателей, которые работают в жанре готического романа. Учредители «Трансильванское общество Дракулы», да-да, вот есть и такое. Есть такое, да? Есть такое, а также ассоциация авторов и исследователей вампирской прозы. Конкурс проводится при информационной поддержке сайтов «Хоррор-веб» и издательства «Пряхи». А как ты попала на конкурс? Организаторы конкурса заметили, что среди моих романов есть готическое фэнтези, и пригласили меня. Кто судил Предстали на конкурс работы? В состав жюри всегда приглашаются обычно писатели, которые работают как раз в жанре хоррор, мистика, готика. А также фэнтези. Это сценаристы, литературные критики, ну и сами, естественно, издатели. Оль, ну, конечно, такой успех при дебюте, он, конечно, впечатляет. И вот я прочла и выписала для себя отзывы критики. Вот я процитирую. Роман, безусловно, потрясающий. Такого богословского фэнтези мне еще не доводилось и читать, и не попадалось. Уникальный стиль, уникальная естественность пересказа «Суть извечной борьбы добра и зла». Отличная реализация давней аллегории с игрой в шахматы. Прекрасное развитие характеров и фиксация преображения. Мне польстили, и меня очень порадовали подобные отзывы. Скажу, да, даже, что очень многие участники этого конкурса идут на конкурс специально, чтобы получить вот такой полный критический обзор своего творчества, который потом можно использовать в аннотациях, в предисловиях своим книгам. Оль, вот скажи честно только, ты с самого начала ожидала победы или вообще не ожидала ее вовсе? – Вы знаете, меня, конечно, очень удивил тот высокий уровень этого конкурса. Среди представленных романов была абсолютная фактически грамотность, что читатели интернета видят весьма редко. И уровень романов был очень высок. Кроме того, как новичок, я рассчитывала на какое-то хотя бы место в первой тройке, но на победу нет. – Ну а что получил победитель? – Тот, кто занял первое место в своей номинации, получает профессиональную иллюстрацию профессионального художника из Санкт-Петербурга к своему роману, который можно потом использовать при издании этого романа. – Ну что ж, я тебя еще раз поздравляю. Была рада тебя видеть. Спасибо. Творческих успехов. Спасибо тебе. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11.25 с ведущим Ашемезом Пхешковым. Удачного дня. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok